Здравствуйте! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуашью. Сегодня мы будем рисовать цветущую сакуру. И для этого нам потребуется листочек А5 формата, это половинка А4, несколько цветов гуаши, палитра, кисточки нескольких размеров, водичка и салфетки для кисточек. Начнем мы с рисования неба. Для этого нам потребуется кисточка побольше, а также голубой цвет. Я смешаю свой голубой с белым, чтобы цвет получился еще более светлым. И этим цветом мы пройдемся по верхней части нашего листочка. Сверху пройдемся этим голубым цветом. Его потребуется немного. Немного добавим этого цвета сверху. Дальше нам потребуется розовый цвет. Я возьму рубиновый гуашь. И также нам сейчас потребуется светло-светло-розовый цвет. Поэтому я возьму белый и добавлю к нему каплю вот этого рубинового цвета. Чтобы получился светло-розовый оттенок. И этим цветом, с водичкой, заходя один цвет на другой, мы будем продолжать рисовать небо. Опускаемся все ниже, к центру листочка. И внизу мы возьмем практически белый цвет. Белый цвет. К нему можно добавить немножко капельку голубого, который у нас уже был готовый. Или розового. Но в основном он должен быть очень светлым. И этим цветом мы продолжим закрашивать наше небо. Пройдемся по местам стыков, чтобы они были не видны. Сверху тут на голубую тоже зайдем немножечко, чтобы переходы получились более плавными. И вот такой вот рассветное небо у нас получается. Еще можно чуть-чуть добавить цвета розового, рубинового. Добавляю чуть-чуть оттенок. И можно тут какими-то такими встряхами в некоторых местах добавить поярче этого цвета розового. Более насыщенный цвет сделать. Итак, получили, да, мы рассветное небо. Дальше мы перейдем к рисованию водички. Нам для этого потребуется голубой цвет. Также белый смешиваю с тем синим или голубым, который у вас есть, чтобы получился более светлый цвет. И этим цветом мы закрасим нижнюю часть нашего листочка. trips вверху и вкусно. Так, закрасили. С поплотнением немножечко сделаем еще цвет. И теперь белым цветом мы пройдемся и добавим бликов на воде. Нам потребуется белый цвет, тонкая кисточка. И этим цветом мы добавим блики на воде. Здесь вот такие горизонтальные линии. Расходящиеся по водичке. Добавили. А теперь к этому белому мы добавим еще розовый цвет, который мы сейчас уже использовали для неба. И добавим тоже оттенки розового в нашу водичку. Да, тоже с водичкой можно. Пока оставляем так. Пока оставляем так. Мнешку, конечно, затянуть еще. Итак, дальше мы еще можем нарисовать облака на нашем небе. Сейчас нам потребуется розовый цвет, ближе к фиолетовому можно его сделать. Тоже светлый. Добавлю к своему розовому, который у меня был, немножечко голубого. Можно взять готовый фиолетовый, если он есть. Можно взять готовый фиолетовый. И этим цветом мы сейчас нарисуем облака. Пройдемся чуть-чуть кисточкой влажной. И тут добавим какие-то облачка на небе. Прихлопывающими движениями, похлопывающими в нескольких местах. Можно тут даже пальцем помочь. Добавим какие-то такие облачка у нас на заднем фоне. Можно сверху тоже добавить, как будто бы они заходят на голубую часть тоже. Добавили. Чуть-чуть добавили облаков. Также мы можем добавить еще на задний план, на задний план добавим горы. Для этого возьмем синюю краску, синюю, голубую можно взять. Я смешаю тот голубой цвет с тем, синим, который у меня есть. И обозначим этим цветом горы на заднем плане. Так, да. Рисуем линию. Дальше, да, у нас тут пойдет немножечко вверх. Тут у нас будет какая-то гора. Вот такие силуэты убора обозначим. Можно тут тоненькой кисточкой подрисовать, если что-то не нравится. Обозначили линию гор. И также... Можно, да, еще тут каким-нибудь цветом синеньким поярче пройтись. Немножечко по ним. Обозначили. Итак, дальше мы переходим к рисованию наших деревьев. Для этого нам потребуется черный цвет. Черный цвет. Кисточку я беру потоньше. И этим черным цветом сначала мы обозначаем внизу, да, такое подобие земли, где у нас будет стоять дерево, да, и растение. Тут мы рисуем вниз. Здесь тоже ходим наверх. Все это мы закрашиваем черным цветом. Мы закрашиваем. Поэтому, через нее, все это динference. Теперь и динамическое положение идёт. обозначили дальше мы нарисуем дерево все той же кисточкой с правой стороны прорисуем наше дерево ствол у нас довольно широкий дерево будет так нарисовали ствол и нарисуем сразу же несколько веточек несколько веточек взяла кисточку потоньше значит одна у нас веточка пойдет в сторону будет тут у нас какая-то такая веточка сильно много от нее ответвлений делать не будем буквально штучек с этой стороны у нас будет веточка веточка у нас может быть где-то здесь это такая веточка дальше с этой стороны у нас тоже будет у нас тоже тут будет небольшое деревце значит мы нарисуем такое небольшое тоже деревце и тоже не очень много веток у него прорисуем так и внизу мы сразу нарисуем некие травинки цветочки которые у нас будут расти в разные стороны тоже все это делаем черным цветом обозначили дальше что мы еще можем сделать сразу нарисуем блик белым цветом взяла кисточку потоньше и пройдемся по левой стороне деревца и здесь тоже тут мы проходим все по правой стороне и здесь тоже тут мы проходим все по правой стороне немного подсветили так ну и сейчас мы переходим к самому интересному и самому кропотливому моменту рисования мы сейчас будем рисовать вот эти вот яркие лепесточки цветочки для этого нам потребуется опять же рубиновый цвет который я уже использовала для него и возьмем его и разбавим его немножечко с белым цветом беру кисточку потоньше можно взять широкую как удобнее да разные эффекты получатся можно и тот и другой способ использовать и вот такими вот отдельными точечками мы будем заполнять наше деревце пока по веточкам нужно пойти вот тут можно сразу внизу добавить каких-то тут цветочков как будто бы и теперь переходим к нашему дереву да с него тут мы тоже ему надобавляем всяких разных цветочков итак начнем отсюда вот тут вот это здесь мы пока по веточкам пойдем вот тут можно какую-то вывести такую тоже веточку будто бы так вот здесь вот здесь нужно заполнить да нужно оставлять просветы да чтобы было видно небо и таким образом заполнять наше деревце. Сейчас еще добавлю цвета, закончился у меня, и дальше, да, здесь где-то добавим, здесь может быть, здесь, так, да, здесь может быть какое-то, так, теперь с одним цветом закончили, теперь возьмем цвет другой, да, немножечко посветлее, возьмем более розовый цвет, добавим в тот цвет, который мы только что использовали, больше белого, и теперь этим цветом поработаем, да, до конца не перекрывая тот цвет, который у нас только что был, но добавляю еще новых поверх него, еще розовых, да, каких-то цветочков, так, дальше продолжим, кто-то не туда выходит. Так. 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 И можно еще добавить белого цвета, еще добавить белого цвета в конце, и тоже точечно где-то белым пройтись чуть-чуть, сильно не надо. где-то тут покрытчику беленьким обозначить. Так. 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 Здесь также. добавить белого цвета. Так. Здесь добавить белого цвета. Здесь тоже чуть-чуть обозначить. А внизу тоже белого цвета добавить. где-то на наши цветочки. Да, можно еще, еще чуть-чуть добавить поярче цвета, совсем взять этот цвет без особого, да, без белого сделать, чуть-чуть поярче. Пару, пару таких ярких моментов тоже добавить. Вот так, здесь куда-нибудь поярче. Здесь тоже. Так. Хорошо. Так. И что мы можем еще сделать? Мы можем как будто бы лепесточки, да, опустить немножко по ветру, как будто бы они тут слетают с нашего дерева. Сильно много не надо, как будто бы вот они летят где-то по воде. И также белый можно тоже пустить. Да, чуть-чуть, будто бы они летят тут у нас где-то по воздуху. Так. Ну и что еще можно сделать? В принципе, наш рисунок готов. В конце мы еще можем добавить несколько веточек, которые у нас могли потеряться. да, вот здесь вот их обозначить. Можно какие-то добавить. здесь, например, сильно много их не надо добавлять, чуть-чуть. Так. Здесь тоже. Угу. Да, и здесь также. Угу. А здесь также. можно еще добавить чуть-чуть побольше плиток в воде все-таки сделать их более яркими опять же белым цветом да это все тонкой кисточкой идем сюда водички и добавим розовую и вот такой рисунок у нас получился спасибо большое за внимание и пробуйте вместе с нами